В феврале текущего года на официальном сайте Greenpeace в России появилась информация о том, что обнаружен еще один случай, я повторяю еще один случай, нелегальной добычи рыбы в водах Сенегала. Надо сказать, что это практически годовщина с момента подписания межправительственного российско-сенегальского соглашения в области рыболовства. То есть год назад мы подписали такое соглашение, в соответствии с ним мы предусматриваем определенные условия, при которых наши суда могут заходить в воды Сенегала. В настоящий момент и в прошлом году точно так же работали наши суда, это траулеры Мурманского травлового флота, а также некоторых других компаний по квотам и по разрешениям, выдаваемым Сенегалом. При этом на всех судах находились инспектора Сенегала, находились жители этой страны, которые входили в состав команд наших судов. И более того, вся рыба, которая добывалась или почти вся в этих водах, она поставлялась, как правило, на рынки Западной Африки. Таким образом, наши суда ведут промысел в водах Сенегала абсолютно законно, в соответствии с правилами, которые устанавливает это государство в своей исключительно экономической зоне. И те претензии, которые были предъявлены нашим судам со стороны этой общественной организации, не соответствуют действительности. Следует отметить, что судно Гринписа, которое находилось в этот момент в водах и совершило, скажем так, нападение на один из российских траулеров, находилось в этом районе незаконно. Оно было выдворено, насколько нам известно, береговой охраной Сенегала. И таким образом еще возникает вопрос, кто нарушал законы этого государства. Следует отметить, что в последнее время очень обострилась борьба за доступ к водным биологическим ресурсам в разных районах Мирового океана. Россия традиционно работала в районах Западной Африки, и более того, она открывала эти запасы, во всяком случае, мелкой пелагии, и открывала именно для того, чтобы решить продовольственную задачу обеспечения продовольственной безопасности стран дружественных нам, стран Западной Африки. В этой связи, конечно, мы расцениваем вот такое нападение и такую информацию по поводу наших судов, как недружественную, как соответствующую конкурентной борьбе, не совсем честной конкурентной борьбе за доступ к этим водным биологическим ресурсам. Кроме российских судов, там работают еще некоторые суда иностранных государств, в том числе, скажем, Евросоюза. Доступ их ограничен, поэтому мы считаем, что вот этот прецедент, он носит как раз все признаки борьбы за доступ и за попытку выдворения российского флота из традиционных районов промысла.